Время непосранное, за дыханием, кто наблюдается? Время непосранное, кто наблюдает? Время непосранное, кто наблюдает? Сейчас у вас есть момент. И когда вы проходите в процессе випасана или любые медитационные техники, и вы говорите, хорошо, я наблюдаю дыхание, я наблюдаю ум, я наблюдаю чувства, вы просто продолжаете. И в этот момент ваш ум разделяется на две части. Одна часть, как вы наблюдаете, становится светлой, и одна часть уже темнота. Время того, как вы наблюдаете, одна часть ума становится светлой, а другая так и так находится в темноте. И этот свет начинает наблюдать темноту. Прежде всего этого процесса, после того, как вы наблюдаете, вы уже были абсолютно темноте. Так что сейчас, только маленькая часть, светлая часть, начинает наблюдать эту темную часть. И эта маленькая часть, по мере того, как вы наблюдаете, становится все больше. И по мере наблюдения, вот эта вот светлая часть становится больше, темная часть становится меньше. Но обе эти части являются частями ума. Это еще не настоящий свет. Это еще не настоящий свет. Одна часть ума становится светлой, вторая часть темной, и она и до этого была темной. И когда вы наблюдаете, этот свет наблюдает темноту, втягивает ее в себя, и свет становится больше. И в тот день, когда светлая часть становится больше, чем 50%. Когда свет станет больше, чем темноты, Тогда внезапно эта светлая часть втянет всю темноту в себя, все бессознательно. И тогда вся темнота закончится, все станет светом. И тогда приходит конец обеим этим частям, и тогда наступает настоящий свет, там даже нету наблюдателя уже. Нету ума, нету наблюдателя, просто то, что есть. И это как процесс медитации. И по мере того, как вы наблюдаете, эта часть, которая наблюдает, становится больше, больше и больше. И однажды эта темнота заканчивается, этот наблюдатель исчезает и остается только свидетель. И этот свидетель никогда не заканчивается. И поэтому, в большинстве случаев, когда кто-то достигает просветления, после того момента этого наступления, в большинстве случаев эти люди начинают смеяться. Они начинают смеяться, потому что этот свидетель, он никуда никогда не девался, не исчезал. Он всегда был там. И они начинают смеяться над всей этой ситуацией. Но этот ум очень силен, и вы поэтому полностью отрождествились с умом и забыли. И поэтому они говорят, что они не обрели ничего нового, что они всегда имели это, они всегда имели сознание, никуда никогда от него не уходили. Потому что это моя природа, это я. И поэтому Мастер говорит, что вы просто забыли. Просто вам необходимо вспоминать, вспоминать и вспоминать. И в тот день, когда вы вспомните, вы поймете, кто вы есть. Тогда вы будете знать реальность, кто есть настоящий вы. Но этот процесс медитации, он создает вот этого наблюдателя. Одна часть позитивная, которая наблюдает, и негативная, которая есть наблюдаемая. И вот это вот такой процесс, когда ум становится наблюдателем. Затем этот наблюдатель исчезнет, и ум также исчезнет. И тогда то, что находится здесь все время, оно будет находиться здесь и никогда не закончится. И такой вот процесс.